Все как по линеечке. В Самаре начались работы по покосу травы. Аккуратный вид передадут газонам в парках, скверах, бульварах, на набережной и участках уличнодорожной сети, что составляет около 500 гектаров. Работами также охватят территории внутригородских районов. Это примерно 1800 гектаров. Хотя погода, опять же, очень неблагоприятная для культурных растений, но наши дорогие дуванчики, они выдерживают все, растут очень интенсивно, поэтому покос все муниципальные предприятия начали. Газоны начинают стричь, когда высота травы достигает около 20 сантиметров. Скаживают такую растительность до 3-5. Работы выполняются при помощи газонокосилок и бензотриммеров. С мая по октябрь одни и те же территории могут охватывать работами несколько раз. Число покосов будет зависеть от погодных условий. В случае с наступлением достаточно теплых погодных температур и осадков, в принципе, трава успеет вырасти еще раз. В течение месяца, возможно, покос, к концу месяца, еще второй начнется. Все зависит от складывающих погодных условий. Покос нужен не только для облагораживания территорий, но и для удаления сорняков и аллергенных трав. Жители города отмечают важность такой работы. Это совершенно необходимо для того, чтобы аккуратно выглядели газон, для того, чтобы не развивались эти желтенькие одуванчики, которые очень мусор такой достаточно опасный для сада. Ну и чтобы был опрятный город, конечно. Это значит, город проявляет заботу о людях. После стрижки газона траву собирают и вывозят на полигон для утилизации в течение суток. На совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии было поручено усилить темпы актуальных работ. Особенно это относится к муниципальным учреждениям внутригородских районов. Качество выполненной работы на участках улично-дорожной сети контролирует МБУ «Дорожное хозяйство» во внутригородских районах соответствующей администрации. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События.